Приветствую дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав и сегодня посмотрим на самые-самые, ну как новые обновления Раста Вообще, они выходят каждый день, ребят, поэтому рассказывать вам вообще о всех почтноцах, которые происходят в игре и произошли за прошедший месяц Я смысла не вижу, их слишком много и они не все значительные Допустим, там, починили анимацию левого мизинца правой ноги или там что-нибудь типа такого То есть все это, ну, не так важно, зато вот заменили экран, главный экран, причем первоначально один из вариантов был, что герой, он стоит, медведя не было А потом сделали, что герой спит, но появился медведь на переднем плане, то есть видно, как прогрессирует, эволюционирует, изменяются некоторые игровые элементы Вот даже такие незначительные, как игровое меню, допустим, оно теперь на всех языках мира фактически есть, можно русский включить, видите, он написан на HTML нынче Поэтому очень легко его изменять и разработчики обещают, ну, как обещают, говорят, что, возможно, будет возможность его кастомизировать То есть будут какие-то моды на интерфейс, возможно, возможно и не будет Это приятно, но не все изменения в игре, как мне кажется, приятные и правильные Потому что не все так радужно С одной стороны, много изменений, которых можно сказать, что они классные, действительно, эта игра становится крутой, и в нее прям хочется поиграть Вот видите, новый экран, который появился буквально, по-моему, вчера-сегодня Жопа голая Экран нашего сна Но Трава, кстати, да, травы еще не было Много я вам не показывал со времен первого видео про эксперименталку Разработчики купили траву Не такую, как вы подумали, а именно вот графическую траву И она не загружает, мол, компьютер И, по-моему, ее даже отключить никак нельзя Нет, это не то, что мне надо было отключить И Я не знаю, что произошло, но, в общем Ну, все Все закончилось на этом Вот, лучше в эксперименталке, ребят, никуда не тыкайте Вообще никуда Может произойти очень Очень непредсказуемые последствия Так, ладно, ребят, попытка номер два Попасть на эксперименталку Больше надо тыкать Непонятных кнопок не будем, кстати, здесь есть А, ладно Супер-мега кастомизация Настройки, вы посмотрите на это Обилие просто настроек в игре Вот такая вот наша Эксперименталка Ну, вроде крафт починили Каменный ножик появился в игре Очень-очень нужный, конечно же, без него Игра не игра без каменного ножика Так, хаммер, давайте зафигарим себе хаммер Прогресс теперь нормально заполняется Но, кстати, еще разработчики обсуждают то, чтобы одежду можно было комбинировать То есть, вы одеваете футболочку какую-нибудь модную А поверх нее железик еще какой-нибудь Или вот что-то типа такого То есть, надеваете шерстяные труселя А поверх них еще штаны Ну, то есть, чтобы можно было сразу несколько видов одежды одевать Пока там только концепты есть Еще есть много концептов разных биомов То есть, не просто будет однородная локация Везде случайно сгенерируемая Ну, там лиса, тундра Прочее-прочее То есть, будет очень красиво Очень классно Где мой молот ее по РСТ? Хаммер Ну, вроде заполнил все, что ли? Где мой молот? Вот он Вот он такой вот С вот таким вот вопросительным знаком И, кстати, у меня и так был молот Я не знаю, зачем я скрафтил второй Но молот позволяет что-то строить Фундамент Я, честно, понятие Вот, фундейшн план Фундейшн план Ну, 20 дерева Сейчас дают тысячу дерева на халяву Потому что перебалансировали разработчики Стоимость Один фундамент стоит 500 дерева теперь Но вы добываете его больше То есть, пропорция и баланс сохранился Просто они, грубо говоря, число увеличили Чтобы можно было мелкими какими-то числами еще оперировать Потому что если фундамент стоит 25 То возвратить 10% от него Это будет 2,5 Согласитесь Ну, точную математику не привести Так, где фундейшн план? Что это? Понятия не имею, что это Во! Новые строительства, ребят Теперь вы вот так берете Фундейшн план И фигарите Как видите, удобно видно сетку Грубо говоря, как это будет выглядеть Она не такая зеленая, как раньше Но, тем не менее, она вполне себе удобна И мы строим непосредственно не сам фундамент А лишь каркас, чертеж, грубо говоря Этого фундамента То есть, вот я поставил Это еще не готовая вещь Это всего лишь набросок Вы берете молот в руки Вот таким образом И начинаете, по-моему, фигачить, что ли Или нет? Ну, я такое видел, по крайней мере Да-да-да-да-да-да Есть! Вот таким вот задротским способом Надо использовать кнопку тройного клика Чтобы сократить Ты че, офигел, мужик? Нифига себе Ты че, вообще, что ли? Эй-эй-эй Чувак, чувак Звуки здесь, конечно, шикарные Вы и сами прекрасно слышите Звук попадания по камням Ну, просто у него каменная голова Вы сами понимаете Поэтому такой звук Ну, я сейчас сдохну, между прочим Не видно, с чем он там в руках Наверняка с таким же топориком И он так же захиливается Но смысла с ним нет драться Потому что я могу просто-напросто Странно Вот сейчас я не захиливаюсь На это лаги Но, тем не менее Можно оперативно строить фундаменты Вот таким вот образом Просто, блин Реально залагивает Все Он сломал фундамент И они ломаются топором Причем, вот эти каркасы Но Лан-каркасы ломаются топором По-моему, они еще ломаются И непосредственно Сами фундаменты готовы Я видел, по крайней мере, разработчики Показывали видос, где они просто брали И Ломали фундамент Я понятия не имею, как это будет играться Если фундаменты простые Деревянные Можно будет ломать Откуда вообще-то черт взялся? Че ему тут надо? Я его не замахаю Никогда, наверное При таком регене хелсов Даже самому слиться тяжело достаточно Только когда пролагивает Можно в даунс топором, наконец-то У меня остается 2 хп И такое ощущение Ниже с хелсов вообще невозможно слить Ну или ему просто не везет Меня добить Да епарас, это чувак Мы забрызгали здесь все пиксельной кровью Это прикол, конечно Но я уже опять половину хелсов себе зарегенил Короче, бредятельно с ним сражаться Вы сами понимаете Но в чем плюс новая система постройки В том, что, допустим, один человек может взять И создать себе вот этот каркас Грубо говоря Который его интересует Тот дизайн, который вы хотите коллективно построить А уже другие прорабы Ваши сокланы могут дальше подходить И задрачивать молотком эти фундаменты А, у меня все дерево закончилось То есть вся тысяча дерева, которая у меня была Она у меня закончилась Жалко, хотя бы один я хотел построить Но, в общем, эта система лучше, чем она была Она проще, удобнее И она более компактна, социальна, что ли Потому что раньше можно было только распределить Допустим, нам нужно столько-столько стройматериалов И всегда это заканчивалось тем Я строю там 12 пиларов крафчу Я крафчу там 10 досок, там 10 стен Это не очень удобно Точнее, это вообще неудобно Когда у вас там на это путаница Очень много вот этого обсуждения Кто что должен скрафтить В итоге оказывается, что кто-то что-то подменил Кто-то что-то перекрафтил Очень неудобно Сейчас просто Один берет, делают нормальный каркас Другие просто его достраивают Но, но, ребят Пока что не ясно Нет никакой защиты Анти... Зловредной постройки Потому что Это все хорошо Это на бумаге, опять же, все хорошо выглядит Что вот он, классно Теперь строительство Но эта проблема Раз-то была не только И не столько В том, что неудобно Ну, не настолько удобно было строить Как сейчас А в том, что мог прийти какой-то Вася И застроить вам там дверь Или Вася мог прийти И поставить там пилар ненужный Пиларов сейчас нет Но, может, поставить какую-нибудь стенку Вам ненужную И засрать вам всю постройку То есть Пока что никаких Подвижек О том, чтобы Защищать свою постройку Именно от некачественных Пристроек Я не вижу И подвижек Разработчиков тоже К изменению Но зато Они нарисовали И добавляют в игру Удочку Ведь без удочки Играть вообще невозможно Согласитесь Вот вы Испытывали когда-нибудь В Расти Такие Кто играет Более-менее там 100 плюс часов У вас были Проблемы с едой Такие, что Прямо вот реально Проблемы с едой И это что-то важное Для вас было в игре По-моему Насрать на еду Вообще Прямо полностью Потому что Как минимум Можно просто-напросто Рядом со спальником Просто засуицидиться И заспавниться С полным голодом Вот и все Ну с базовым голодом Если вам Прямо пипец Как его не хватает Но зато в игре Есть удочка Ни одного оружия Ведь не нужно добавлять И рисовать модельки Орудий новых И добавлять Чтобы игра стала Как можно быстрее Играбельнее Нужно добавлять удочки Это раз Ну вот Один пистолетик есть Его даже в руки Нельзя взять Он не нарисован А вот удочки Уже добавляются Правда Каменный ножик Но у меня нет Бомб фрагментов Они из мобов выпадают Которых я ни черта Нигде не вижу Если честно Вот это раз Момент Два момент По поводу Еще чего-то Я хотел сказать По поводу Удочек Блин Я даже не знаю В общем идея В чем была В том что Эта игра Больше настроена И направлена На пвп составляющую Это чистый пвп Никакого пве Интересного В игре быть не может В принципе Каких вы злых Мобов не сделаете Вы все равно Придумаете Какой-то сценарий Как их обходить Это все равно Будет копипастный Сценарий развития С мобами Никто ради пве Играть в раз Не будет никогда В жизни Ребята В дейс Никто не играет Ради того Чтобы там От зомби убегать Только новички Самые Потому что Даже вот я Начал играть В дейс Стэндалон Имея за плечами Опыт Аж целых Двух дней Игры в мод И мне было Насрать на зомби Вообще в принципе Ну если только Они сквозь текстуры Не проходили Вот только в здании А так Полная хрень Насрать на них И 90% игроков С нее 99 Играют Чисто ради пвп Так же как и в раз Никто не играет Ради того Что тут зомби Надо как-то убивать Поэтому Добавление Всяких удочек И прочих Херни Откровенные Мне кажется Это путь в никуда Разно То есть он будет Богатый Да он будет Его красиво Можно показать Там как-то Не знаю Рассказать про него Красиво Имплин Этот нитро А трейлер Красиво Снять Что тут зомбики У нас Вот тут вот это Там какой-нибудь Дивблогик записать Что вот тут у нас Классная система Интеллекта Вот тут нужно бегать Вот в общем-то Вживать Вот удочка Вы можете даже себе Удочку скрафтить И с умным видом Все это втирать игрокам Это все конечно Здорово и круто Но Через день игры На все это будет Просто насрать На тот же каменный нож Ну вот он есть И не жарко Не холодно С него Выдавайте Выгрую систему Защиты дому Нормальную Сбалансированную систему Рейдов Разнообразное вооружение И модификации К этому вооружению Которое я помню Обещали еще со времен Когда эксперименталки Даже не было Почему бы не запилить В первую очередь Сейчас Хотя бы 10-15 видов оружия И возможность Навешивать на них Там разные улучшения Не только там прицел Но там Больше скорострельности Вот этого Чтобы игроки Уже могли Допустим Бегать и стреляться Хотя бы Без построек Но бегать и стреляться Понятия не имею Почему так разработчики Не делают И сделают ли когда-нибудь Но у нас есть Еще много времени До того Как игра зарелизится Обещают ее Осенью По-моему 2015 Но вы сами понимаете Что любой релиз Могут отложить В конце концов Это Ежу понятно Что они могут Еще на полгода Потом отложить И так далее И так далее Сколько угодно Это делать И сказать Что игра не готова Нам нужно еще время Вот поэтому Пока трудно сказать Что новый раст Он красив Он шикарен во всем Но будет ли он Играться шикарно И справятся ли Те недостатки И болезни Раста старого Которые были И делают его Фактически Негабельным После Нного количества Часов В нем проведенной Когда То есть Все круто Но Те проблемы Которых я рассказывал Они делают игру Ну говном Грубо говоря Пока что Все это Очень ясно И тревожно Лично для меня Но будем следить Надеюсь Что месяц Через два Мы уже сможем Более менее активно Здесь играть В том плане Что уже будет Нормальная система Построек Интересная Не только фундаменты Ну стены Двери Окна Это могут уже Добавить вполне себе Там в течение Месяца Даже А то и неделя На тестовом Там на самом Тестовом Для разработчиков Там я уже видел Дверные проемы Как добавляются Все это очень удобно Быстро Легко Плюс Новая система По словам разработчиков Позволяет Новые формы Объектов Добавлять Очень-очень быстро То есть Я думаю Можно будет Стены ставить Не только Вот поперек Ну вот Прямо Но еще Подзагонали Еще как-нибудь Там на третьи Фундаменты Там по разным Там какие-нибудь Скругленные углы И прочее Прочее То есть Чтобы постройки Выглядели максимально Разнообразно Это все хорошо Но как все будет С PvP Именно Дела обстоят Это мы посмотрим Думаю На этом стоит Заканчивать Такое короткое превью Тут всякие анимации Конечно же Поправили Видите Больше нигде Не косячит Интерфейс Ненужный Все это Круто Звуки Ну звуки Типа добавили Чтобы они были Интеллектуальными Не просто Игрок бежит И проигрывается звук А именно Чтобы звук Соответствовал Шагу игрока Но пока он не совсем Правильный звук Это чисто тест Да и частицы Вы сами понимаете Не самые правильные Но тем не менее Видите С анимациями Все нормально С видом от третьего лица Тоже все окей Вот Поэтому действительно Все Пишите комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Если вы еще почему-то Не подписаны Надеюсь что развлекал Не только себя Но и вас Субтитры сделал DimaTorzok